Лучшие смартфоны 2022 года. Традиционное видео под конец года, которое я снимаю и которое потом пересматривает большое количество людей. В следующем году, то есть в 2023 году, эти смартфоны будут тоже актуальны и даже более актуальны, потому что цена на них снизится. Стоит сказать, что лучшие смартфоны в 2022 году было очень просто выбирать, потому что это кризисный год, год войны. А в такие сложные времена фокус как у производителя, так и у потребителя всегда сужается. Все лишнее просто уходит в сторону, на него не обращаешь внимания, вся шелуха слетает и остаются только бриллианты. По моему мнению, 2022 год стал годом конца эпохи китайских смартфонов. Они существуют, они продаются, но они больше не обращают на себя внимания. Остаются только самые сильные игроки, которые собирают все сливки с этого рынка. Какие это игроки, сегодня вы узнаете. Сегодня мы поговорим про разные ценовые категории, про открытие года, про устоявшиеся флагманские смартфоны, которые просто как титаны никуда не уходят. Но самое главное, мы будем разбирать их плюсы и минусы для того, чтобы вы могли спокойно определиться, а стоит ли тратить свои деньги на них или не стоит. Погнали! Начнем с открытия года. Бренд Nothing. Это действительно уникальный случай, когда в самое сложное время открывается окно возможностей для какого-то бренда, и он может нормально преподнести свой продукт публике. Мы знаем уже прекрасный продукт компании Nothing. Это первые наушники, обзор которых есть у меня на канале. Превосходные наушники. Мы также знаем этот бренд по второй ревизии наушников, Nothing, Earstick, вкладыши и также их новый смартфон, Nothing Phone One. В белом и черном цвете, в абсолютно уникальном дизайне, прекрасный продукт. Самое главное, это честный продукт, потому что Карл Пэй, основатель этого бренда, общается напрямую с аудиторией и говорит все как есть. Nothing Phone это абсолютный стартап, на котором сейчас компания вообще ничего не зарабатывает. И об этом в открытую говорит Карл Пэй. Смартфон стоит 500 долларов, либо 500 евро. Есть даже конфигурация 8128 или 8256, насколько я помню. Она стоит 400 долларов со скидкой в Европе. Эта цена будет снижаться. За эти деньги мы получаем смартфон с абсолютно уникальным дизайном. Уникальным дизайном задней крышки, дизайн, который является функциональным дизайном. То есть специальные светодиоды, которые делают очень крутые оповещения. Максимально необычное устройство. Каким оно должно быть в 2022 году с точки зрения внешнего вида. Что-то свежее, что-то новое. Абсолютное новаторство в этом вопросе. Очень красиво и необычно. Это и есть смартфон будущего. Каким он должен быть. Перед смартфоном выглядит замечательно. У него очень крутая оболочка, которая ничем не загромождена. Легенько все быстро летает и работает. И технические характеристики, проверенные временем. Snapdragon 778. Да все вы знаете, что это за процессор. Вы знаете его вычислительные возможности. И прекрасно знаете, что он покрывает практически все возможные потребности любого пользователя. А количество памяти у смартфона хватает для того, чтобы пользоваться им еще 3-4 года вперед. Камера смартфона, конечно же, не самая сильная сторона Nothing Phone. Ее нельзя назвать плохой. Но у Nothing есть некоторые проблемные моменты, о которых, конечно же, стоит помнить. Дело все в том, что это стартап. Это означает, что с судьбой компании все непонятно и призрачно. Если вы хотите кинуться целиком и полностью в их экосистему, не факт, что она дальше будет вообще существовать. Непонятно, что будет с обновлениями прошивок и обновлениями безопасности. Безопасность, думаю, как-то решат этот вопрос. А вот обновлять прошивки навряд ли они будут долгие годы. Это чистая авантюра для человека, который хочет купить себе что-то новое и свежее и просто кайфануть. Это действительно так. За 500 долларов это уникальный смартфон. И вопрос с ремонтом. Если с этим смартфоном у вас что-то произойдет, как вы будете его ремонтировать, тоже непонятно. Но, тем не менее, не рассказать про Nothing Phone нельзя было, потому что это действительно открытие года. Это смартфон, который запомнился, наверное, больше всего. Потому что это новый продукт. Абсолютно новый продукт. И, надо сказать, он сделан китайцем, потому что Carl Pay китайцы. Но это абсолютно европейский продукт. Он сделан не в рамках Китая. Он ориентирован сугубо на европейский рынок. И только в следующем году они собираются вывести его на рынок США. Все смартфоны, которые будут в сегодняшнем выпуске, вы можете приобрести у наших друзей и партнеров. Ребят из Stilus UA. Ассортимент гаджетов и скорость, в которой они добывают новинки, просто поражает. Самые приятные цены, огромный ассортимент, разные конфигурации. Заходите, выбирайте. Но они сейчас славятся не только смартфонами, они еще также доставляют. И у них появляются редчайшие товары, зарядные станции, которые максимально необходимы для всех жителей Украины. Обязательно посмотрите на ассортимент зарядных станций All Power, Secco Flow, Blue Yeti и так далее. И приходите за правильными покупками. Им огромное спасибо за то, что они предоставляют различные гаджеты для обзоров. Это очень сильно выручает. Следующий смартфон, о котором мы практически позабыли, на который тоже сделал важный шаг на этом рынке. Это Galaxy S22 Ultra. Почему важный шаг? Да потому что армия фанатов Самсунга, она огромна во всем мире. Это один из самых популярных продуктов за последние десятилетия. И компания Самсунг в этом году, для тех, кто не помнит, сделала хитрый финт ушами. Она отказалась от выпуска смартфонов Note серии. И вместо этого совместила два в одном. Galaxy S22 Ultra. Отчасти еще и Galaxy Note с поддержкой пера S Pen. И надо сказать, это продукт, с которым я проходил очень большое количество времени в этом году. Даже сейчас я вытащил свою основную сим-карту из Pixel 7 Pro. И вставил обратно в Galaxy S22 Ultra. Потому что, ну, просто соскучился за этим смартфоном. Соскучился за этим экраном, за его камерой. А обновление One UI пятого поколения и Android 13 сделали из этого смартфона практически новое устройство. Что мы имеем в сухом остатке? Да, до сих пор в этом году Samsung делала смартфоны с двумя процессорами. Exynos и Qualcomm. И понятное дело, что каждый владелец Samsung хотел бы заполучить себе версию именно на Snapdragon. И я не являюсь таким счастливым владельцем. Я пользуюсь Exynos процессором. И понимаю все его недостатки в сравнении с Qualcomm. Тем не менее, в этом году Exynos неплох. Он, в принципе, может конкурировать по некоторым сценариям использования с самыми топовыми процессорами. Это в вопросе работы камеры. Да и, в принципе, производительности в некоторых приложениях он ого-го, что может вытворять. Но у него есть недостатки. Да, время автономной работы этого смартфона не самое лучшее. И, как мне кажется, дизайн Galaxy S22 Ultra довольно странный. Особенно задние его части. Особенно блок камер. Мне до конца не хочется верить, что Galaxy S23 Ultra будет в такой же интерпретации. Но должны они будут что-то поменять. Дизайн нельзя два года подряд выпускать смартфон с одним и тем же блоком камер, который сделан еще и вот так, как будто бы это какая-то заготовка. Хотя, в принципе, если вы используете защитный чехол, вам, наверное, все равно, потому что блок камер будет прикрыт. Galaxy S22 Ultra – это по-прежнему смартфон с одной из лучших камер на рынке. С действительно лучшим экраном на рынке, не считая айфона. Но здесь уже вкусовщина. Кому-то нравятся более естественные оттенки, кому-то более пестрые. Для тех, кому нравятся более пестрые оттенки, Galaxy S22 Ultra – это лучший экран. И тут просто точка. Нельзя забывать про категорию бюджетные устройства. Она очень важна, особенно в такие времена, когда людям нужно оставаться на связи и нужно иметь какое-то средство связи, которое работает долго. Что предлагал рынок в этом году с точки зрения максимально доступных устройств? Мне на ум приходит последний вот обзор, который мы делали. Это Realme C33 – смартфон за 150-160 долларов, у которого для своего бюджета неприлично хорошая камера на 50 мегапикселей и очень высокое время автономной работы до 2 дней – 5000 мАч. И довольно стильный дизайн, который подойдет и взрослому, и молодому человеку, и девушке, и парню. То есть такой смартфон действительно пытается выглядеть дороже, чем он стоит на самом деле. Хотя это пластмассовый смартфон, сделанный из пластика. У него плоские грани, у него стандартная форма экрана – капля сверху, подбородок снизу. Тем не менее, за эти деньги, конечно же, в технических характеристиках ты не разбежишься, но стараются выжать максимум. 4 гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт постоянной памяти. Это хороший смартфон за эти деньги, и его нужно покупать, если у вас стоит такая задача. Но здесь я вспомнил так хорошо. Есть смартфон за 150 долларов, а можно ли купить вообще еще что-то дешевле? И да, мы живем в такое время, когда вы можете купить себе смартфон даже за 100 баксов. И от того же бренда Realme C30S. 2 гигабайта оперативки, 64 гигабайта постоянной памяти, скромненькая камера, но при этом приличный дизайн и аккумулятор тоже 5000 мАч. Почему это положительная новость? Да потому что несколько лет назад купить бюджетный смартфон за 100 долларов вы могли только у NoName. Это был бы китайский бренд, о котором вы вообще ничего не знаете. Какой-нибудь Yumi, Digi, Dugi, либо что-нибудь там еще такое. И как это бы все работало, непонятно. А здесь мы имеем смартфон за 100 баксов от именитого бренда с классной оболочкой от компании Realme, с нормальной гарантией, ну то есть это фирменная вещь, за которую не жалко отдать деньги. Следующий смартфон, который точно войдет в топ 2022 года и будет продаваться еще в следующем году, это конечно же Pixel 7 Pro, ну и его младший брат Pixel 7. Вы смотрели наверняка мои обзоры этого смартфона. И как обычно, традиционно у многих сложилось мнение, что я захейтил этот смартфон, что я Pixel-ненавистник, хотя количество времени, с которым я провел с Pixel, как с основным устройством, достаточно великое. Я люблю этот смартфон, он мне очень нравится. Это не значит, что у него нет недостатков. О них я уже рассказывал. Тем не менее, это один из лучших Android-смартфонов, особенно в этом году, когда в принципе на рынке Android-устройств нельзя называть каких-то там десяток хороших смартфонов. Китайцы делают сейчас однотипные смартфоны, на которые не хочешь обращать внимания. Pixel 7 Pro это замечательный камерафон, это очень быстрый смартфон, у которого болячки вылечиваются по мере выхода новых прошивок. И это уже традиционно происходит каждый год, но надо отдать должное компании Google. Хорошо, что продолжают делать. Хорошо, что борются, улучшают и привносят что-то новое. С точки зрения софта, это превосходное устройство. Android 13 на Pixel 7 Pro это, мне кажется, мечта любого Android-филла, потому что все-таки эта оболочка сильно отличается от того, что она предоставляет Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo и даже OnePlus. Сильная сторона Pixel 7 Pro это его софт. Камеру тоже можно называть сильной стороной, хотя есть некоторые недостатки у этой камеры, но основные возможности камеры многим придется по вкусу. Полная работа автоматики, сумасшедший режим HDR, сумасшедший режим ночной съемки. Да, оптические функции камеры не самые лучшие, но тем не менее этот смартфон и стоит до 1000 долларов, а Pixel 7 стоит еще дешевле и скоро еще подешевеет. И вот Pixel 7 за 500 каких-нибудь долларов, это будет прям мечта, а не смартфон с достаточно длительным обновлением операционной системы. Я напоминаю, что когда выходит новый Android, он появляется сначала на Pixel, а потом уже у всех остальных. Ну и в принципе все возможные нововведения, которые вы хотите увидеть на Android-ом смартфоне, вы увидите в первую очередь на смартфоне Google Pixel. До сих пор держу его в руках и понимаю, насколько это удобное устройство, даже с точки зрения габаритов, особенно после iPhone, о котором мы будем говорить дальше. Прям песня, хотя красивого чехла я на него, до сих пор не нашел. iPhone 14 Pro Max. Смартфон-глыба, потому что по-другому назвать его нельзя. Ты берешь в руку это устройство, особенно если он в чехле, родном кожаном чехле, и ты вообще не понимаешь, как можно было выпустить настолько огромное, тяжелое и увесистое устройство. Тем не менее, этот смартфон до сих пор с каждым годом каким-то образом тебя очаровывает. Ты его берешь в руки, ты чувствуешь эту сталь, эту тяжесть корпуса, эту монолитность корпуса и вообще самого стекла. И просто уважение к смартфону сразу же проявляешь, потому что это действительно вещь, которая покупается, возможно, один раз и на много-много лет вперед. Чем славятся iPhone вообще в народе? Да тем, что ты его купил раз. И как бы можешь лет, наверное, на пять вообще забыть про обновление какого-либо смартфона. Будет постоянно приходить свежая iOS, он будет себя прекрасно чувствовать, прекрасно работать, и все владельцы iPhone как бы не дадут мне соврать, потому что iPhone это один раз и надолго. И в этом его прелесть. Но что интересного произошло с iPhone в этом году? Динамический остров и Always On, казалось бы. Хотя на самом деле самое важное обновление, на мой взгляд, в новом iPhone произошло в камере с точки зрения видеосъемки. iPhone 14 Pro и Pro Max стали гораздо круче снимать видео, чем iPhone прошлогодние, позапрошлогодние и вообще все смартфоны на рынке. Но главное изменение, которое бросается в глаза, это, конечно же, динамический остров и новый Always On. Что с ними происходит? Динамический остров это штука, к которой действительно очень и очень быстро привыкаешь. И надо сказать, когда я переходил на Android смартфоны и пользовался ими целый месяц, потом, взяв в руку iPhone 14 Pro Max и увидев опять, как работает динамический остров, такой вот чего мне не хватало. Я к этой скотине привык буквально за неделю. Миниатюры каких-то уведомлений, показывание того, что у тебя сейчас происходит на смартфоне, какое вообще действие выполняется. Ну вот быстро привыкаешь к этому. Умеют гады это сделать так, что ты не можешь потом от этого отказаться и действительно кайфуешь. Мы уже делали сравнение того, как выглядит динамический остров по сравнению со старой челкой, каким образом высвечиваются уведомления. Разница, конечно, колоссальная. iPhone 14 Pro Max – один из самых дорогих смартфонов на рынке. И его все равно покупают и будут покупать. Но моя рекомендация другая. Если вы хотите себе приобрести iPhone в 2022 году, либо в 2023 году, и у вас до этого iPhone вообще не было, но вы не хотите тратить большие деньги, обратите внимание, пожалуйста, на iPhone 12, либо же 12 Pro. Эти смартфоны сейчас очень сильно дешевеют, технически не сильно уступают даже 14-м iPhone, и пользоваться ими действительно кайф. К тому же мы с вами ждем в следующем году iPhone с USB Type-C и на новых процессорах. Именно поэтому, возможно, в этом году стоит воздержаться от покупки нового iPhone в принципе. Также в этом видео будет небольшой офф-топ про рынок сгибаемых устройств. Да, нельзя сказать, что они стали безумно популярными, но я могу сказать, что я все чаще и чаще на улицах различных европейских городов вижу людей, состоятельных людей, молодых и не очень молодых людей, которые ходят с Galaxy Fold'ами, со складными устройствами. Я это начал замечать еще два года назад, когда встречал их на заправках, они там на Теслах подъезжают, заряжаются, достают раскладные устройства и делают из себя таких деловитых колбас. Но в целом, мне кажется, что эта тема начинает развиваться, активно развиваться, Samsung усовершенствуют свои складные устройства, китайские бренды тоже пытаются нагнать эту историю. Чтобы это стало трендом, для этого нужна помощь компании Apple. Apple должна выпустить свое складное устройство, тогда рынок складных смартфонов точно взлетит. Это уже просто как правило, это как формула, которая работает точно. Но Apple не торопится этого делать, потому что Apple торопится выпустить свою гарнитуру смешанной реальности, которую мы, напоминаю, ждем в январе 2023 года. И стоит она будет, не хочу говорить вслух, сколько. Друзья, вот такой видос был про лучшие смартфоны 2022-го, Defeast 2023-го годов. Напишите в комментариях, какое ваше любимое устройство было в этом году, почему это именно так. Либо же вы хотите приобрести себе это устройство, либо вы им уже пользуетесь. Спасибо за просмотр. Всем пока.